Всем привет! Продолжаем знакомиться с советами по эффективному использованию языка C++. И сегодня очередное правило, пока еще от Скотта Мейерса. Я думаю, будут возможно от других авторов, но пока разбираем советы от Скотта Мейерса. Из его книги «Наиболее эффективное использование C++» 35 рекомендаций. Итак, правило гласит, никогда не перегружайте операторы и, или и, запятую. Как и язык C++ использует оптимизированную схему оценки логических выражений. Это означает, что вычисление выражений заканчивается, как только установлена его истинность или ложность. Даже если рассмотрены не все части выражения. И, например, вот в этом выражении не стоит переживать, что функция strlen, которая вычисляет длину строки, будет вызвана для нулевого указателя. Потому что вся проверка закончится вот на этом уже этапе. То есть здесь будет определено, что P равно 0 PTR и все. То есть в данном случае здесь будет false. Соответственно, дальше вычислять все остальные выражения смысла нет. Точно так же, как и здесь, в этом примере. Сравнение, вот это сравнение, если индекс больше upper bound, никогда не произойдет, если значение переменной индекс меньше lower bound. То есть здесь у нас логическое или. Соответственно, здесь уже происходит правда, устанавливается истинность. И дальше смысла выполнять нет выражения. Так вот, этот образ мышления свойственен программистам на C и C++ с незапамятных времен. И они ожидают везде такого поведения, где используют вот такие вот операторы. Более того, все написанные ими программы рассчитаны на оптимизацию оценки логических выражений. Например, вот в этом фрагменте кода, чтобы функция не могла быть вызвана с нулевым аргументом, то есть это первое у нас выражение сделано для того, чтобы второе выражение, в котором функция определения длины не была вызвана с нулевым аргументом. Потому что, как утверждает стандарт языка C++ и стандарт C тоже, результат вызова функции strln с нулевым указателем не определен. Поэтому мы изначально вот так вот делаем подстраховочку, проверяем на нул и только потом вызываем нужную нам функцию. Язык C++ позволяет программисту модифицировать поведение вот этих вот операторов. И запятая. Это можно сделать, перегрузив функции. Перегрузив вот такие функции. Например, оператор и или. Вот. Как глобально их можно перегрузить, так и внутри некоторых классов. Однако, если вы решили делать перегрузку этих функций, то вы должны отдавать себе отчет, что вы можете радикально изменить правила игры, поскольку оптимизирующая семантика меняется и на семантику вызова функций. Это означает, что перегруженный оператор, в данном случае, например, вот такой и, логическое и, что перегруженный оператор и, для нас он выглядит вот так вот, а для компилятора он может выглядеть вот так вот. Семантика вызова функций имеет два чрезвычайно важных отличия от оптимизированной семантики оценки логического выражения. Во-первых, при вызове функции вычисляются все ее аргументы. Поэтому, при вызове функции, в данном случае, оператора и или оператора или, вычисляются выражения справа и слева от символа оператора. То есть, вычисляются выражения и справа, и слева от этого оператора. Иными словами, этот вариант делает код менее оптимальным. Во-вторых, спецификация языка не определяет порядок вычисления аргументов функции. Поэтому невозможно определить, какое из двух выражений, expression1 или expression2, будет вычислено первым. Кстати, по-моему, в новом стандарте уже стандарт определяет порядок вычисления выражений. По-моему, там справа налево. До этого, ну, это я не помню, по-моему, то ли с 14-го, то ли с 11-го стандарта. Точно не помню, надо уточнить. Но в новом стандарте или в 17-м даже. Уже порядок вычисления выражений определен. Так вот, но до этого изменения, наверное, все-таки до 14-го, неизвестно, какое из этих выражений будет вычислено первым. Это также противоречит оптимизированной оценке логических выражений, при которой аргументы всегда вычисляются слева направо. То есть в этом случае стандарт четко говорит, что все вычисляется слева. Вот сначала вот это выражение, потом вот это выражение и так далее. А в случае, когда мы там что-то там перегружаем, мы перегружаем функции. И вот здесь у нас получается такая функция. И здесь не определено было, что вычисляется первым. Это выражение или это. Так вот, в результате при перегрузке операторов и, или, или не существует способа задать операторы, которые ведут себя ожидаемым и привычным образом. Поэтому операторы и, и, или желательно вообще не перегружать, если у вас нет на это веских причин. Что же касается оператора запятой, так как здесь запятая тоже упоминается. Так вот, ситуация с оператором запятая, вот он, оказывается, да, есть такой оператор запятая. Ситуация с этим оператором выглядит аналогично. Но прежде чем рассматривать его свойства, стоит пояснить, для чего же он нужен. Оператор запятая используется для формирования выражений. И вполне вероятно, даже не то, что вполне вероятно, мы этот оператор часто видели. Вот, вот здесь int i, к примеру, равно 0. И меньше 10 i, к примеру, и i++. Здесь запятой, конечно же, мы пока не видим. Но дело в том, что мы можем описать еще, к примеру, j равно 0. Здесь поставить запятую, и здесь j++. Вот так вот сразу увеличивать, что не очень рекомендуется, так затрудняет чтение. Но все же это все допустимо. Либо же, либо же, ничего нам не мешает. Написать вот так вот, int a равно 0, a равно 90. Вот. Нет. b. Вот. Тоже все нормально. Есть оператор запятая. Рассмотрим вот такую функцию. Эта функция меняет. Что она меняет? Она у нас меняет порядок следования символов в строке, входящей на обратную. Так вот, вот эти примеры, вот эта вот запятая, как бы здесь не очень, не очень вот здесь. Точнее, вот здесь не совсем тот пример. Но писать так можно. Более того, там можно всякие выражения писать через запятую. Но сейчас немного другое. Так вот, вот как раз нужная нам запятая. Оператор запятая, которую не следует перегружать. Так вот, в этом примере, в заключительной части заголовка, цикла i увеличивается на 1, а j уменьшается на 1. Здесь удобно использовать оператор запятую, потому что в заключительной части заголовка можно поставить только одно выражение. Отдельные операторы, меняющие значения i и j, здесь были бы недопустимы. Оператор запятая подчиняется правилам, аналогичным тем, которые в языке c++ описывают поведение операторов i и или для встроенных типов. В выражении, содержащем запятую, сначала оценивается часть выражения слева от запятой, затем справа. За значением всего выражения, за значение всего выражения, принимаются значения части, стоящей справа от запятой. Таким образом, выражение в заключительной части цикла for сначала оценивается плюс плюс i, а затем минус минус j, а результат, возвращаемый как значение всего выражения, равен минус минус j. Ну, чтобы в этом убедиться, давайте вот напишем что-то вот типа такого. Вот у нас переменная, целочисленная переменная с именем c. И она равна, чему она равна? Вот такое у нас выражение. Следуя вышесказанному, то значению c будет присвоено 19, так как идет минус 1 будет равно 19. Давайте проверим. Смотрим сюда c, вот, c, и у нас 19. Можем изменить. Давайте сюда поставим 20, а сюда 10. Соответственно, значение будет 9. Есть. Убедились. Так вот, если вы захотите написать свой собственный оператор запятую, то есть перегрузить или написать свой собственный, вам придется скопировать его поведение, описанное выше. Но, к сожалению, это невозможно. Если оператор запятая не принадлежит к какому-либо классу, вы не получите гарантии, что левое выражение будет оценено раньше, чем правое, потому что оба выражения будут переданы функции оператор запятая в качестве аргументов. А порядок вычисления аргументов при вызове функции контролировать нельзя. Поэтому внеклассовый подход исключен. То есть, еще раз, чтобы вы понимали, оператор запятая. Сначала оценивается выражение слева, то есть будет выполняться. Потом выражение справа от запятой. И результат будет возвращен тот, который вот здесь, справа. Если он должен быть возвращен, как в данном случае. В данном случае мы просто здесь увеличиваем и здесь уменьшаем. Но гарантируется, да, что сначала слева, а потом справа. А если же вы опишите свой оператор, то гарантировать, что сначала слева будет выполнено выражение, а потом справа, нельзя. То есть, сделать это невозможно. Если это внеклассовый подход. У вас остается единственная возможность написать оператор запятая как член класса. Но здесь нельзя быть твердо уверенным, что левый по отношению к запятой оператор будет вычислен сначала. Ведь компиляторы не обязаны обеспечивать такой порядок. Следовательно, вы не можете перегрузить оператор запятую и гарантировать его надлежащее поведение. Поэтому перегружать его было бы неразумно. Ну и для тестирования, к примеру, можно, смотрите, сделать вот такое. void f. Ну, для того, чтобы разобраться, к примеру, вот с i, с или, что будет сначала выполнено, а что не будет вообще. То есть, вместо этих выражений можно подставить функции, которые будут возвращать булевское значение. И вот так вот через i попробовать, попробовать. Ну, давайте по поводу запятой. Проэкспериментируем. Можно написать просто вот такой вот код. cout f1. И дальше stdn. Точно так же создадим вторую функцию. f2. И здесь тоже напишем. И теперь вот здесь вызовем f1, а вот здесь f2. Кстати, надо, чтобы они возвращали integer. int, ну, так как мы присваиваем результат переменной c, да. return 0 пусть будет. И вот здесь return 0. Итак, и так, и так, давайте запустим. И что мы увидели? f1, f2. Ну, тест это вот здесь выполняется. То есть мы увидели сначала слева выражение выполняется, оценивается, а потом справа. Потом справа. Можете в качестве закрепления материала, к примеру, перегрузить оператор, запятая, и поэкспериментировать. Так вот, по поводу этих перегрузок, да. Какие же операторы еще нельзя перегружать, кроме этих трех? Оказывается, есть такие операторы. И, 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 и вот они. Вот они. Точка. Дальше. Точка, звездочка. Дальше. Вот такой оператор. Дальше. Вот такой. Дальше. New. Delete. Size of. Type ID. Static Cast. Dynamic Cast. Const Cast. Ну, я думаю, вы догадываетесь, что еще один каст будет. Re-in... T-R... Re-interpret, по-моему, так, да. Нет, тет. Вот тут буква т. Каст. То есть, эти операторы тоже, как бы, перегружать нельзя. Ну, как нельзя? В данном случае, по поводу и, или, и запятой, в принципе-то можно, но вы четко это не означает, что... Ну, как, а зачем же тогда язык, вы можете спросить, поддерживает это? Почему на уровне компилятора это не запретить? Ну, дело в том, что если запретить на уровне компилятора, то какая-то гибкость убавится. А если вот так вот запрещать одно, второе, третье, четвертое и десятое, то в результате это будет уже не тот язык, на котором можно писать очень-очень гибкие, создавать очень гибкие решения и писать программы, которые работают очень быстро. Да, некоторые вещи в языке C, ну, в данном случае в языке C++, сложно понять, сложно все охватить и сложно вообще до конца понимать, что можно делать на этом языке. В принципе, на этом языке делать можно все, поэтому здесь многое чего просто не запрещено, как в других языках. Соответственно, очень легко отстрелить себе ногу. Но, с другой стороны, появляется дополнительная гибкость. Вот эти вот правила, они призваны обратить внимание программистов на то, как, не то, что прям нельзя делать, но чтобы программисты понимали возможные последствия. И когда вы решаете перегрузить вот эти вот операторы, то, зная, что есть такое правило, вы всегда можете полезть и почитать и вспомнить для себя, почему же провести ряд, к примеру, дополнительных тестов и окончательно принять решение, нужно ли перегружать или нет. Потому что бывают ситуации, когда действительно, ну кроме как перегрузить какой-то из операторов, ну то есть это проще, чем писать много строк кода, как-то там менять архитектуру, может быть еще что-то. Вот. И, чтобы подытожить, то, что можно сказать, что тут Скотт, это я от себя говорил, а что тут еще Скотт Мэйер спишет. Сама по себе возможность переопределить операторы является недостаточной причиной, чтобы заняться этим немедленно. Цель перегрузки операторов состоит в том, чтобы программы было проще писать, читать и понимать, а не поражать других знаниям оператора запятой. Не следует перегружать оператор, если у вас нет для этого серьезной причины. В случае же операторов и, или и, запятая, достойный повод вообще трудно найти, потому что, как бы вы ни старались, заставить эти операторы вести себя, как положено, вам не удастся. Поэтому, поэтому, я думаю, все. Для закрепления материала поиграйтесь, поперегружайте или посоздавайте свои операторы, ну, в случае, если это класса, или если это стандартные типы, то вы перегрузите. И поиграйтесь и попробуйте посмотреть на их поведение и посмотреть на разницу стандартного поведения и ваших перегрузок. А еще лучше, если у вас есть два компьютера на одном, к примеру, Windows стоит, там один компилятор, либо же под Windows прям можно использовать MinGV, студийский компилятор. И можно также еще использовать GCC, то есть под Windows можно попробовать сразу три компилятора использовать и посмотреть на результаты каждого из них. Ну, было бы у меня время, я бы, наверное, это сделал. Ну, а пока, пока на данный момент у меня со временем очень туго. Поэтому, поэтому пока работаем в таком режиме. И на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.